добрый-предобрый день дорогие мои друзья подписчики гости моего канала и просто хорошие люди с вами валентина друзья сегодня собрала огурчики старалась сорвать маленькие все-таки вот буду закрывать по типу бочковых но дно в банках закрученное они будут кисленькие но очень-очень хрустящие и ароматные для начала друзья хоть немножко сколько было сколько закрою сейчас баночек для начала друзья я их заливаю водой высыпаю в миску большую на 6 часов потому что это вчера собирала немножко немножко сегодня чтоб они не морщились в баночках были красивые ровненькие заливаем водичкой на 6 часов и так замечаемые через 6 часов покажу дальше что я буду делать всем всем привет друзья вот и я сегодня дорогие мои мы с вами закрываем огурчики бочковым способом но в банках они будут очень хрустящие и вкусные слегка кисловатенькие но очень хрустящие и так друзья я уже огурцы свои замочила на 6 часов как вам говорила прошло 6 часов баночки я помыла буду закрывать в литровые баночки так как у меня огурцов не сильно много закрываю как я уже говорила только свои что наросло то и есть баночки стилизовать не будем потому что все равно где баночка но будет скисать на дно баночки ребята мы укладываем хрен веточку зонтик укропа несколько листиков черной смородины и несколько листика вишни а также лавровый листик и несколько хорошим перца все это утрамбую потому место много не занимала и будем накладывать огурчики огурчики холодным способом не стерилизуем не варим не жарим ничего не делаем листики положу чтобы было красивенько для того чтобы они получше просолились мы будем срезать у них кончики листочек выставить чтоб красиво бы если получится выставлю если нет то нет свородинки а лезет листочек вишни хочет красиво чтобы он был так ребята накладываем баночки обрезая как я уже говорю вверх и низ чтоб огурчики равномерно просолились они у меня маленькие все хорошие огурцы я садила маша f1 главное друзья чтоб не попала сюда не попал цветочек ну в принципе это нужно будет скисать холодным способом так что может цветочек и не повлияет но на всякий случай я всегда переживаю чтоб не попали цветочки огурцы потом становится мягкими в банке плотненько смотрите как я вкладываю плотненько тут еще парочку маленький сейчас найдем положим и баночка наша будет готова в общем друзья таким способом я накладываю все баночки вас задерживать не буду еще маленький где-то такой чтоб лес или пол огурчика сейчас определимся вас задерживать не буду пока баночки накладываю я уже знаю сколько примерно мне понадобится на одну баночку литрой где-то пол литра воды ставлю кипятить рассол из расчета на 1 литр воды друзья делать буду ставлю пока огурчики буду накладывать баночки ставлю кипятить рассол из расчета на 4 литра воды 200 грамм соли но у меня будет 4 мне не надо мне надо будет 2 литры на мои огурчики на 2 литра воды я положу 100 грамм соли 100 110 не больше так друзья а сама буду накладывать баночки друзья наш рассол закипел на 2 литра воды мы положили 100 грамм соли не ядированной не мелкой крупной хорошей соли соли здесь уже перемешалось хорошо сейчас проверю раскипелось и мы заливаем наши огурчики этой водичкой зальем все баночки ребята и поставим эти баночки немножко остынут и мы их поставим в таз и они будут у нас в козу солиться стоять киснуть трое суток трое суток киснут уставим таз потому что во время списания может такое быть что будет же киснуть рассол чеки пойдет через верх чтобы не было нам потом неприятности вот так друзья я заливаю все огурцы и ставлю таз на трое суток через трое суток мы с вами продолжим дальше наше видео друзья еще раз привет мы возвращаем прошло три дня и мы возвращаемся к нашим огурчикам которые стояли в тазику трое суток кисли немножко падает с другой банки тут у меня четыре баночки немножко их ворочаем и сливаем полностью эту воду полностью сливаем она нам уже не нужна а вместо этой водички я поставила новую водичку на 2 литра воды 50 грамм соли всего 50 грамм они уже кислые водичка просто для поддержания штанов как говорится пошевелить пожалуйста потому что на дне может быть не может быть а есть даже осадок они ж кисли оставался осадок пошевелить и все слить так друзья пока у нас закипает та водичка я почищу сейчас несколько долек чеслачка если вы не пошевелите ничего страшного тот осадок роли не играет даже если он останется в банке он не испортит как чистенько если пошевелил аккуратненько дно получается итак друзья чищу честно итак друзья мы пополоскали этим рассолом низ вот эта банка не хотела полоскаться так я в тазик же сливаю рассол я еще раз залила второй рассол кипит еще раз залила и повторно слила но идеально чистенько но если вы даже забудете не услышать ничего страшного не произойдет будет вкусно все и красиво итак друзья наш рассол 2 закипел на 2 литра воды всего 50 грамм соли друзья помните да теперь чеслеечка тут полежать сюда мы добавляем мелко ну мелко я режу зубчики на 2 на 2 на 2 на 2 зубчика чесночка каждый зубчик перерезаю пополам он пахнет как из бочки только мама приносит приносила была зимой принесет а в квартире пахнет кисленькими огурчиками так и тут на вкус очень вкусная хрустящая делайте друзья вам обязательно понравится и я ребят люблю чтобы немножко была остренькая но сегодня в этом магазине не купила была перец перец по страшной цене а своего у меня нету горького получается на вес 12 чем-то долларов если на доллары если на доллары 36 наших рублей килограмм чем-то еще так я вот у меня есть сухого много и я так по сантиметру где-то люблю чтобы была горчинка такая еле заметная такая еле еле заметная в этом перчик порежу по кусочку вот одну маленькую перчинку еще не всю очень тогда спорим вода станешь холодненькие хрустящие с этой слегка слегка с перчинкой ой ребята с картошечкой пальчики ближе и заливаем второй раз нашим кипятком нашим рассолом приготовление друзья огурцов очень легкая единственное что только нужно три дня ждать пока они скиснут стоят прописают один рассол на 2 литра 100 грамм соли второй рассол на 2 литра 50 грамм соли соль естественно не ядированная крупная доверху заливаем этот чтобы водичка было до самого верха как можно как можно выше вот этого рассола не как раз хватает на сейчас черпачок его соберу на 4 баночки 2 литра рассола как раз на 4 баночки вот самый самый вес сколько можно сколько доливайте так все друзья буду закручивать сейчас буду закручивать и покажу вам какие у меня красивые получились друзья мои огурчики готовы вот такие красивые получились зимой скажут мне спасибо 4 баночки огурчики будут хрустящие я уверена в этом не первый год закрываю проверено годами точно по вкусу как бочковые но не перекисшие потому что мы их уже прекратили им закупорили брожение делайте друзья пробуйте очень вкусно спасибо мои хорошие кто со мной был кто смотрел меня кто не подписан друзья подписывайтесь на мой канал ставьте пальчик вверх комментируйте ко всем зайду по комментарии всем мира добра и здоровья мои дорогие кушайте будьте здоровы и счастливы всем мои хорошие пока пока и опять таки забываю как всегда в конце сказать огурчики мы по мы переворачиваем крышечкой вниз под одеяло до остывания все мои хорошие теперь же точно пока пока